здравствуйте в эфире передача разговор по существу и сегодня мы беседуем с ректором северо-восточного государственного университета романом корсоном роман петрович здравствуйте здравствуйте близится новый учебный год связи с эпидемиологическими мерами будут ли какие-то изменения в каком формате будет проходить обучение ну во первых мы очень надеемся на то что 1 сентября наш университет откроет двери до буквальном смысле для наших студентов преподавателей мы начнем работать в традиционном для вузе вузовом формате ну конечно мы следим за ситуацией эпидемиологической в территории и конечно здесь могут быть варианты да все зависит от того какая-то ситуация будет и какие решения будут приняты региональным правительством вот а на самом деле мы готовы но даже если мы начинаем традиционном формате конечно пандемия свои здесь коррективы внесет это будет масочный режим это будет дистанцирование это будет санобработка поверхности рук и некоторые другие вот такие ограничения или требования которые все вузы будут соблюдать на эту тему уже есть соответствующее разъяснение требования со стороны нашего учредителя министерства науки и высшего образования и мы им будем следовать ну разве что начало учебного года несколько это двинется для первого курса потому что приемная кампания будет продолжена будет объявлен дополнительный набор а так в целом мы будем работать надеемся на это какие изменения ждет вуз в отношении обучения какие может быть новые специальности программы будут ну во первых в условиях даже пандемии мы наверное определенный плюс тоже извлекли вузе сегодня налажена хорошо система дистанционного обучения цифрового образования да на нашей платформе наши преподаватели размещают учебные курсы задания быстро выстроена обратная связь со студенчеством и думаю что эта платформа эта система даже при возобновлении традиционного обучения будет задействована потому что она является мощным дополнением для технологии образовательного процесса это в части работы заочниками например те кто находится на индивидуальном графике обучения работает по ускоренным программам да это слушатели которые системе дополнительного образования до занимаются поэтому этот мощный ресурс он никуда не денется он будет задействовать будет развиваться дополняться новым технологическими решениями обеспечиваться оборудованием и в этом одно из направлений цифровизации учебного процесса в университете что касается содержания да и учебных программ но во первых оно тоже постоянно видоизменяется дополняется конкретизируется меняются профили уточняются да по которым наши студенты получают свое образование например в этом году предложены два новых профиля психологического направления это юридическая психология и клиническая психология вот поэтому но посмотрим как в итоге набор пройдет поскольку там и заочная форма задействована и сколько реально будет студентов одновременно мы сейчас подготовили пакет на лицензирование он направлен в министерство науки на очень актуальные науки высшего образования на актуальные для нашего региона программы в области теплоэлектроэнергетики поскольку это отрасль нуждается в специалистах и мы очень бы хотели завершить эту подготовительную работу для того чтобы начать обучение в рамках системы переподготовки дополнительного образования на следующий год уже и полноценно по очной и заочной форме в рамках бакалавриата вот надеемся что это будет исполнено по крайней мере план у нас такие есть пара слов о приемной кампании какие на сегодняшний день цифры сколько абитуриентов и до каких чисел вообще будет прием документов вуз но это очень необычная приемная кампания необычная в силу того что учебный процесс что в школах что в университете да он завершался в этом прошедшем учебном году очень нетрадиционно да и несомненно наши абитуриенты выпускники школы испытывали трудности и в подготовке сдачи единого государственного экзамена да и даже в подаче документов высшеучебные заведения но безусловно изменилась сама технология подачи документов она имеет электронный вид по почте да и конечно в индивидуальном порядке в очной форме по предварительной записи это все такой достаточно трудоемкий непростой процесс которым разобраться нужно было всем и нам и естественно абитуриентам технических сложностей конечно нет но надо было понять и нам помочь понять абитуриентам как подать заявление да как участвовать дистанционно вступительных испытаниях для тех кто поступает на основе испытаний проводимых вузом и вот сейчас эти испытания как раз идут для таких абитуриентов вот прием документов продолжается поэтому сейчас окончательных цифр еще нет вот но одно могу сказать что естественно мы его будем продлевать будет объявлен дополнительный набор потому что не все бюджетные места будут заполнены в этом году немало неприятных сюрпризов ждала до абитуриентов наряду выпускников школы наряду с тем что их учебный процесс своеобразно в школах заканчивался еще и пороговое значение по результатам егэ дающие право на поступление вуз пороговое значение были по многим предметам существенно подняты а это значит планка требований к абитуриенту для возможности обучения вуз повышена и мы точно понимаем что не все далеко выпускники школ преодолели в рамках экзамена егэ эту планку и не все могут претендовать кто хотел даже да кто даже подал заявление вуз да не все могут претендовать на то чтобы получить высшее образование для части них конечно это разочарование вот но жизнь на этом не останавливается им придется конечно искать себе другие ниши систему там среднего профессионального образования этим может быть кто-то работать сразу пойдет в армию и так далее вот но студентами увы станут не все я уже не говорю о том что абитуриенты имели право вообще отказаться от егэ сдачи и тем не менее получить эти статы такой выбор тоже какой-то процент сделал вот поэтому непростая приемная компания она не просто не только для нашего университета непростая ли в целом система высшего образования но окончательные итоги подводить рано наверное мы их подведем в начале октября когда завершатся все все процедуры и по текущей вступительной кампании по дополнительному набору что насчет иностранных студентов в связи с эпидемиологическими мерами будут ли они вообще поступать в этом году ну понятие иностранных студентов но такое уровневое есть иностранные студенты из числа снг стран которые могут поступать в вузы россии и в том числе наш университет на основе испытаний которые мы сами проводим да на бюджетные места у нас такое взаимодействие с этими странами есть рекламная кампания адресная проводилась сторону этих стран и есть интерес некой части абитуриентов которые подали документы дистанционно подали находя находясь своих республика в казахстане джекистане до на поступление вот они сейчас как раз вот в эти дни пишут в дистанционном формате вступительные испытания проходит вот и мне самому интересно сколько человек все-таки вот пройдет преодолеет тестовое испытание и поступит к нам но то что они будут это сто процентов обязательно такие студенты будут если говорить о дальнем зарубежье конечно пандемия здесь внесла свои коррективы границы сейчас не открыты мы это знаем да и гарантировать приезд кого-либо из какой-либо страны сегодня невозможно поэтому даже наши партнерские программы с китайскими университетами да они в этом плане ну приостановлены по объективным причинам да не могут сейчас китайские битуриенты приехать и наше поехать китай это конечно него невозможно но тем не менее иностранные преподаватели у нас все-таки будут у нас и китайские преподаватели китайского языка и японского языка вот все разрешительные документы они получили и мы занимаемся оформлением установка иммиграционного учета и я надеюсь что все будет хорошо качество нашего учебного процесса в области преподавания например на страну языка иностранными преподавателями не пострадает это точно вот но в течение года будем смотреть насколько разрешительные меры ограничительные позволят нам дальше работать с иностранцами а вы свою гу действует школа цифрового будущего расскажите пожалуйста что это за проект но это очень замечательный проект он прошел все стадии проработки создан сайт этой школы разработаны учебные программы подобран преподавательский состав начата рекламная кампания в социальных сетях в ресурсах да и в средствах массовой информации эта школа нацелена на работу прежде всего с детьми начиная с 12 лет и не только с детьми а всеми кто интересуется цифровыми технологиями сегодня этот тренд достаточно серьезный и мы работаем по нескольким направлениям в рамках этой школы в частности да это изучение основ робототехники основ программирования основ создания мобильных приложений блогерство и масса других направлений то что сегодня востребовано до многих многих средах естественно это вызывает живой интерес со стороны школьников у нас уже и пробные занятия были в июне месяце но полноценно школа начнет работать конечно с сентября когда все вернутся из отпусков начнутся учебные занятия да и системно выйдут преподаватели на работу и конечно начнется работа уже непосредственно с группами детей и даже взрослых по данным направлениям причем занятия в этой школе проводятся как дистанционном формате так и по мере снятия ограничений естественно будут проводиться на базе университета на наших ресурсах техники вот у нас неплохая база и музей информатики 3d моделирование неплохое то есть накоплен опыт работки я думаю это будет очень интересно и самое главное очень полезно нашим школьникам и не только и в этом году вузу исполняется 60 лет это большой юбилей какие планы на празднование этого события ну мы относительно планов надеемся только чтобы ничто не помешало этим планом потому что хочешь посмешить бога расскажи своих своих платных да вот тем не менее мы планируем конечно юбилейные мероприятия и торжественное заседание ученого совета и концертную программу и мероприятия будут на факультетах приурочены институтах сейчас у нас больше институтская уже структура на внутри университета вот это приурочено юбилею ну и даже вот издательская деятельность у меня на столе совершенно новый буквально с типографии учебник истории северостока россии 20 начало 21 века подготовлены силами преподаватели университета и научных сотрудников свыкни и северо-восточного комплексного научно-исследовского института и он приурочен как раз к нашему юбилею здесь вот на одной странице написано о том что к 60-летию свыгу и 60-летию свыкни то есть наша организация они отмечают в один год 60-летие да и вот в том числе одно из знаковых таких серьезных работ большой большой двухтонник вот к этому их на к этому будут у нас и другие мероприятия но у сегодня обновляется мы тоже делаем это юбилею стараемся да идет ремонт фасадов ремонт пищеблоков лаборатории новые подготовлены для наших студентов они еще готовы были вот весной я думаю откроется к новому учебного года вот поэтому я думаю что мы достойно встретим юбилей со всех точек зрения из с точки зрения нашего внешнего убранства имиджа и с точки зрения наград посещения поощрения коллективов и сюрпризов для студентов я думаю тоже они будут поэтому все будет хорошо роман петрович спасибо за беседу напоминаем это была программа разговор по существу мы беседовали с ректором СВГУ Романом Корсуном до свидания